Почему реклама и агрессивный маркетинг для мастера красоты – это очень плохо? А те, кто учит вас настройки рекламы и как правильно упаковать ваш бизнес, на самом деле убивают его. Привет, меня зовут Дмитрий Нечаев, и я в течение 9 лет вместе со своей женой Еленой управляю сетью студии Rebromi и сетью школ, а также являюсь продюсером Елены в ее проектах. Мы тратили по 15 миллионов рублей в год на рекламу сети наших студий, и в итоге мы от этого отказались, и вот уже 2 года мы не рекламируем наши студии. И сейчас я вам расскажу почему. Представьте, что ваш бизнес – это корабль. Представили? Ну вот, вот примерно вот такой. Так выглядит его нос. Ну а здесь, наверное, находитесь вы. Все, представили? На самом деле нет. Вот вы. Я король мира! Для того, чтобы управлять большим кораблем и таким, как круизный лайнер, у вас должна быть команда и дисциплина. Наверняка у вас ни того, ни другого нет. И надейтесь на то, что найдется волшебная таблетка, которая разом решит ваши проблемы с недозагруженностью клиентами, с тем, что вы не востребованы. Этой таблеткой очень часто инфо-цыгане от мира индустрии красоты, они тут уже и появились, и они есть, и они присутствуют на конференциях. Мастеру татуажа нужно давать рекламу. Мастеру татуажа или вообще мастеру ногтевику или ресничнику необходимо не ссать и повышать цену, неважно, что клиенты не приходят. Я недавно слушал одного такого товарища, и у меня волосы на затылке зашевелились, потому что те советы, которые он дает, если мастер начнет им следовать, это прямой путь к закрытию бизнеса. Узнаете, что это за пузырек? Наверняка каждый из вас когда-нибудь этим пользовался, либо слышал о том, что это. Это нафтезин. Это лекарство, которое призвано облегчать заложенность носа, когда у вас есть серьезные заболевания или искажена перегородка. Посмотрите на мой нос. Мой нос сломан, и он был сломан в юности, и я в течение года постоянно носил с собой нафтезин, постоянно принимал его перед сном для того, чтобы спокойно спать. Вот реклама в классическом понимании – это нафтезин, на который вы подсаживаетесь, и с него потом очень тяжело соскочить. А теперь посмотрите на вот эту штуку. Что это такое? Это обычная помпа. При помощи нее откачивается вода из бутылки, а есть помпа большого размера. Это корабельные насосы, и они используются для откачки воды в случае каких-то неприятностей на море. Например, если судно дало течь, или там дырка в судне, и через эту дырку заливается вода. Мы до этого сравнили ваш бизнес с кораблем, и на самом деле этот корабль зачастую достаточно дырявый. Дырки в корпусе корабля – это, конечно же, метафора. Я имею в виду, что вы не линкор, и вы не непотопляемый крейсер. На самом деле вы выглядите вот так. Через эти дырки вы теряете ваши деньги, уходит ваша прибыль. Но также это влияет на то, как быстро, как бизнес вы двигаетесь. Соответственно, чем вы тяжелее, чем больше у вас воды, тем менее вы эффективны, и больше энергии нужно тратить на то, чтобы двигаться. Какие дыры это могут быть? Например, вы не отвечаете в соцсетях на сообщения или отвечаете небыстро. Вы не берете трубки, когда вам звонят клиенты, либо не перезваниваете. Либо вы не перезваниваете клиентам, когда клиентам неудобно говорить, а они просят, например, перезвонить через час. Либо это может быть такой недоброжелательный администратор. Самая крайняя степень недоброжелательности, вы наверняка с ней сталкивались, это регистратура в поликлинике. Таких недоброжелательных людей, как там, я, если честно, больше нигде не видел. В студиях и салонах, конечно же, это крайность, такого не бывает, может быть, бывает крайне редко. Холодный прием вашего клиента также не воодушевит, поэтому иногда холодный прием в студиях встречается. Почему маркетинг – это плохо? Представьте, что реклама – это помпа, при помощи которой вы откачиваете воду, проникшую в ваш корабль из-за дырок неэффективности, которые в нем есть. Чем больше этих дырок, тем больше сильнее нужно качать для того, чтобы ваш клиент все-таки пришел. Представим, что у нас есть две компании. Одна компания использует маркетинг, вторая компания маркетинг не использует. Компания, которая этот маркетинг использует, она может просто не замечать ни оптимальности, ни эффективности в своем сервисе, потому что постоянно идут рекламные компании, которые эти неоптимальности компенсируют. Так вот, у нас есть две компании. Одна замечает каждую дырочку, которая сказывается на ходе, на скорости ее корабля, быстренько, оперативно ее подлатывает. А вторая компания, корабль, она не замечает дырок, прет и постоянно работают помпы, потребляют энергию. Соответственно, первый корабль обладает большей мощностью, он извлекает больше прибыли, он более эффективен. Второй корабль, он более медленный и сильнее зависит от электричества, которое он тратит на эту помпу, на эту рекламу. Понимаете, в чем смысл? Теперь, когда инфо-цыгане говорят на конференциях или, может быть, со страничек своих социальных сетей о том, что вы обязаны поднять цену, вы просто обязаны поднять цену, несмотря ни на что, просто поднимайте цену и ждите. Они делают вам медвежью услугу. Ни в коем случае не поднимайте цену, если вы не перегружены, например, если у вас нет записи на месяц вперед. В этом случае вы рискуете попасть в ситуацию, когда у вас просто не останется клиентов. Я снял бесплатное видео, как мастеру поднять себе цену. Оно есть на YouTube, вы можете перейти и прямо вбить, как найти клиента и поднять себе цену. Посмотрите, в этом видео есть подробные инструкции, как правильно поднять цену и не испугать своего клиента и в то же самое время не выстроить очередь длиной в месяц. Так почему же реклама это плохо? Сейчас я скажу фразу, после которой поставьте это видео на паузу и повторите ее, пытаясь понять. Затраты на рекламу – это плата за то, что ваша услуга недостаточно хороша. Ее понять вот так по щелчку сложно, но если вы вдумаетесь, вы поймете, что вы отдаете на самом деле другим игрокам, например, это платформа, где вы рекламируетесь, вы отдаете часть своей прибыли, причем чем хуже услугу вы оказываете, тем большая часть это будет. Тем самым вы погружаете себя в зависимость от маркетинга и я расскажу про свой опыт, про нашу студию. У нас 4 собственных филиала в 4 разных городах и было время, когда мастера, когда выключалась реклама, просто простаивали, потому что у нас не было клиентов. Мы никак не заполняли их, у нас не было практически сарафана. Мастера ничего не делали для того, чтобы этих клиентов получить, они просто думали, ну хорошо, клиенты приходят и просто так нафиг напрягаться. Сейчас я вижу, что мы как бизнес проигрываем конкурентную борьбу обычным мастерам-одиночкам, которые просто оказывают хороший сервис, делают хороший продукт и при этом не дают никакой рекламы. Для которых взаимоотношение с клиентом это что-то важное, это что-то критичное. Два года назад мы не могли работать без рекламы, у нас были убытки. Сейчас мы плавно учимся это делать, несмотря на то, что каждый из партнеров требует от меня просто. Требует, включи рекламу, Дима, нам нужна реклама, потому что их нос без нафтезина жить не может. Итак, как подается маркетинг инфо-цыганами? Используйте фотошоп, используйте вот такой-то свет, сделайте рекламу, настройте свою страничку, сделайте себя привлекательнее и прочее, 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 прочее. Примерно так же поступают перекупщики битых автомобилей, когда они реставрируют и продают битый автомобиль под видом нового. Примерно так же поступают женщины, которые закрашивают тональным кремом свои угри и прыщи и плохую кожу, вместо того, чтобы ее лечить. Примерно так же поступают женщины в Инстаграм, используя фильтры, которые делают их на 10 килограмм легче или на 10 лет моложе. Именно этому маркетингу учат вас ребята. Упакуйте свой бизнес, настройте рекламу в Инстаграм и прибудет с вами счастье. И не ссыте поднимать цену. Поговорим про секс. Я сравниваю доверие, которое возникает между мастером и клиентом с самой интимной частью нашей жизни, с сексом. Почему я это делаю? Потому что клиента также можно возбудить. Он может потечь от того, что у вас офигенные работы и от того, что у вас классный сервис. При этом он приведет своих подруг, он будет в восторге от вас и будет искренне в вас влюблен. Кстати, о возбуждении. Знаете этот анекдот, как сделать из женщины улипку? Возбудить и оторвать ноги. Примерно то же самое делают и инфо-цыгане. Когда клиент приходит к вам и вместо того, чтобы увидеть качественную работу, он получает то, что скрыто под тоннами штукатурки и декоративной косметики. Не очень хорошее прыщавое лицо. Как вы думаете, он будет доволен? Конечно, он будет чувствовать, что его обманули. Конечно, он будет чувствовать, что меня развели. Ох, эти маркетологи. Это реклама. На самом деле, этот клиент не порекомендует вас ни одному своему другу. Вы потеряете реферальный трафик, так называемый сарафан. И вам придется снова и снова, для того, чтобы получить нового клиента, вкладывать деньги в маркетинг. Когда вы начинаете работать с рекламой, как новый мастер, вы только-только отучились. Вы только-только пытаетесь познать эту профессию и получить каких-то клиентов. Допустимо использование рекламы в крайне ограниченном размере, для того, чтобы вы не расслаблялись. Также вы можете использовать рекламу, но честно говорить о том, что я начинающий мастер, я еще не профессионал, я ищу только своих моделей. И я была бы вам очень благодарна, если бы вы пришли. Вы должны быть честны по отношению к своему клиенту. И в этом случае он будет вам благодарен и у вас пойдет сарафан. При этом люди, которые уже купили упаковку, уже упаковались и уже настроили рекламу, они, скорее всего, никогда не откажутся от этого. Более того, они не откажутся от своего выбора, потому что это сразу означает, что они были неправы и просто так потратили деньги. И более того, они за это время потеряли огромное количество потенциальных клиентов через сарафанное радио. Просьба ко всем, кто будет сейчас писать негативные комментарии. Загуглите басню про лису и виноград и потом возвращайтесь в комментарии. Я буду стараться выпускать на этом аккаунте видео, темы, на которые будут вызывать у меня внутренний резонанс. Следующая тема называется «Декомпозиция. Что кроется за этим сложным словом и как мастеру начать зарабатывать в два раза больше». Если вам понравилось это видео, если оно было вам полезно, обязательно напишите в комментариях. Я в течение 9 лет оставался в тени и для меня очень важно, как прямо сейчас вы меня воспринимаете. Нравится подача, не нравится. Пишите обо всем, мне важно любое мнение. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok